Привет, я Алекс Янг, гелиофизик в космическом центре НАСА Годдард. Многие из вас недавно видели ролик, который показывал три года работы обсерватории солнечной динамики. Я тоже посмотрел его недавно, это отличное видео, и я решил рассказать вам о некоторых интересных вещах, которые я там заметил. Если вы видите большой черный диск, который идет по Солнцу, это Луна. Это так называемый транзит Луны, когда Луна проходит между Солнцем и обсерваторией солнечной динамики. Она выглядит практически как идеальный круг, но если присмотреться к его краю, можно увидеть маленькие горбы. Это горы на Луне. Замечательно, что можно разглядеть эти подробности в камере высокого разрешения. Длина волны видимого нами здесь света 171 ангстремм. Это самая граница ультрафиолетового диапазона. Она показывает солнечную атмосферу температурой полмиллиона градусов Цельсия. Когда вы смотрите на этот снимок, вы видите здесь яркие участки, которые являются активными областями, связанными с солнечными пятнами. А еще здесь есть петли. Это большие структуры, во много раз больше Земли. А держат эту горячую солнечную плазму магнитное поле. Удивительно, насколько много материала проходит по этому плану с течением времени. Это огромная вспышка на одной из сторон Солнца, так называемая солнечная вспышка. В данном случае, это самая большая солнечная вспышка за весь цикл солнечной активности. Одна из самых крутых вещей, которую мы видим на этом ролике, простой факт, что Солнце вращается вокруг своей оси. В центре, около экватора, на полный оборот требуется 25 дней. А тут я бы указал на то, что у Солнца есть одна особенность, которую называют дифференциальное вращение. Точка на экваторе движется быстрее, чем точка на южном или на северном полюсе. Еще может происходить такая штука, что иногда снимки перемещаются, и само Солнце перемещается или даже катится. Но в действительности движется сам космический аппарат, а не Солнце. Время от времени обсерватории поворачиваются, чтобы откалибровать свои камеры и приборы. Если присмотреться, вот эти яркие участки, активные области, начинаются на полюсах Солнца, а с течением времени они начинают медленно ползти к экватору. Это часть того, что мы называем цикл солнечной активности, или солнечный цикл. Мы перемещаемся от очень низкой активности, с небольшим количеством пятен, к более высокой, с большим количеством пятен. Это что-то, что происходит снова и снова, и что происходило миллионы лет. А теперь мы видим Солнце в разных диапазонах длин волн одновременно. В визуальном диапазоне видны темные пятна. На краю ультрафиолетового 171 ангстрем можно увидеть яркие области и выходящие из них петли магнитного поля. Если перейти к длине волны 193 ангстрем, можно увидеть даже больше структур вместе с этими темными пятнами. Там, где магнитные поля открываются в космос, выпуская струи быстрых частиц. Солнечный ветер. А вот здесь, на красном, с длиной волны 304 ангстрем, видно то, что мы называем хромосферой. Эти красные области часто видны во время полного солнечного затмения. Видите эту крошечную черную точку близко к Северному полюсу Солнца? Это Венера. Каждые сто лет она движется перед Солнцем, представляя собой редкое и удивительное астрономическое явление. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...